Всем привет! Сегодня салат Костя готовил. Значит, салат приготовил греческий. Первый раз в жизни я его вообще готовил. Все сделал сам. Снежана мне даже не помогала. Значит, рецепт очень простой. Я прочитал, это салат, оказывается, называется у них как деревенский. То есть, все простые самые продукты там домашние, которые растут. Ну и, наверное, фишкой этого салата является именно сыр. Сыр вообще очень вкусный, он такой нежный. Я вот пока здесь его выкладывал, маленько попробовал, мне очень понравился. Все продукты мы заказали из доставки магазина Перекресток. И первый раз уже там заказываем. С появлением второго ребенка я вообще перестала ходить в магазины. И часто пользуюсь доставкой магазина Перекресток. Это очень удобно, быстро и просто. Можно, не выходя из дома, сделать заказ, и вам все привезут. Мы уже не первый раз говорим вам, что пользуюсь этим сервисом. Мне этот сервис очень нравится, доставки продуктов из Перекрестка. Так я очень экономлю свое время. Вместо походов по магазинам могу посвятить время себе. Очень мало времени становится после появления детей общесвободного. Плюс можно заказать готовую еду и отдохнуть от готовки. Ценные акции в доставке Перекрестки такие же, как в магазине Перекрестка. Свежие продукты, качественные. Все наши семьи еще очень любят сладкое. Также в доставке Перекрестка очень большой выбор тортов, десертов. Заходите, смотрите. Давайте посмотрим, как мы делали заказ. На экране будет скринлайт. Так, попробуй сыр. Сыр вообще бомба, да? Очень нежный. Сыр вы могли видеть на экране, который заказал. Где-то он называется фета, где-то сартаки, но тут прям было написано, что для греческого салата. Он еще так был странно упакован, как мне показалось, как сок в такой коробочке. Когда увидел, испугался, подумал, неужели он жидкий, что ли? Я что-то не то заказал. Давайте покажу, что мы заказали. Мы заказали лимоны, маслины, салат хрустящий. Костя взял две упаковки. Попробовать взяли новый кофе Борис Топро. Потом скажу, как он понравился нам или нет. Дальше взяли лук салатный. Сарсиртаки. Костя взял две упаковки. Мне он безумно понравился. Томаты, огурцы. Еще лист салата. И также Костя заказал базилик, чтобы сделать соус для этого салата. Также по нашему промокоду Николаеву20 вы можете получить скидку на 20% на первый заказ. Это приятно очень. Вообще люблю промокоды, скидки всякие. Да, от вас, получается, ничего не требуется, только на него написать. Ну, мы и так ходим в себя в магазины каждый день. У перекрестка очень быстрая доставка. Всего за 60 минут курир уже привез пакет. Приятно, не выходя из дома, получить заказ. Промокод и ссылку на приложение оставлю в описании под видео и в закрепленном комментарии. Или сканируйте QR-код на экране. Обязательно пользуйтесь и экономьте свое время. Костя, теперь я добавлял. Чуть-чуть перчика, да? Так что для этого салата делается заправочка. В масле оливковом или растительном. Ну, кто какой уже любит. Добавляется немного соли, специи. Добавил базилика немного туда, сушеного, черного перца, лимона. Выжал сок. Ай, как по мне, классно получилось, да? Салат такой прям насыщенный, не сухой. Можно на праздник только готовить. Я вообще ни разу не готовила, только в гостях ела. Готовится очень быстро, буквально в течение 10 минут. Потому что вам продукты тут варить ничто не надо. Давай вводить рубрику. Муж готовит. Давай. Потому что Костя раньше очень часто готовил. А люблю готовить. Но никогда это надо делать каждый день, завтрак, обед и ужин. Но приходится. Да, повседневно, да, получается, да. Но кушать всегда хочется. Чударному снежану получается часто готовить. Потому что готовим маленькими порциями. Но один раз. Ну, я хочу, чтобы и Лёва свежее ел. Хотя бы, может, там, на день как-то. Или на два дня. Например, суп даже. Посмотрел я несколько видео по рецепту этому. И везде рекомендовали резать именно крупно. Но я относительно некоторых даже еще мелко все нарезу. Это салат, видимо. Но это его, наверное, фишка. То, что вот так есть все как-то по отдельности. Я вспомнила. Я один раз готовила салат. Костя, может, не помню, мы ездили к Костяному брату на день рождения. Помню. Помнишь? Угу. Мне там доверили овощи нарез на... На Цезарь, говорю. Ну, вот этот салат. Я мелко нарезала. Для меня-то казалось, что крупно, но я мелко нарезала. Давайте по вопросику пройдемся. Видела комментарии, предлагаю узнать теперь Костю острую лапшу. Как ты к этому относишься? У нас она есть? Ну, в принципе, да. Можно попробовать. Но неохота видео повторять одни и те же. Попозже можно. Чуть попозже, да, давайте я сниму. И предлагают еще нам челлендж сделать острые крылышки, кто больше. Мне кажется, тут очевидно, Костю больше съест. Крылышки, да, я съедал. И не сбивая я больше десяти съедал. Так, наверное, около пятнадцати я ел. Так, пишите, что нравится этот фон. Спасибо большое. Пишут, зачем ты себя так мучаешь? Аж 20 лайков. Кстати, она была очень вкусная. Я вот видео сняла. Думала, сейчас пойду, мол, откуплю. Еще Костя вышла на улицу, они на площадке с детьми были. И не купила. Также пишут, зачем ты несколько раз сказала, что остро. 28 раз. Ты считал, кто-то считал. Ну, если да, действительно, остро. А где такой купить? Просчит ссылку, кто даже пишет, за рекламу готово все. Я сама эту лапшу купила, это было добровольное действие. Да, если бы реклама, да? Да. Так что, если кто-то продает эту лапшу, пишите, посотрудничаем. Вкусная лапша. Также к бокалчику вина налили. 380 рублей вроде две упаковки стали. Я не знаю, может, где-то продается дешевле. Так. Что-то вопросиков не вижу. Там по поводу дня рождения были. Комментарии под влогом, который я читал. Открою, открою. Также написали, первый раз вижу, сколько народ на детском дне рождения. Обычно на юбилей и на свадьбу столько собирают. У нас на первый годик было больше народа. Ну, или примерно так же. Также кто-то написал, зачем такие застолья для ребенка, это не праздник. Но был комментарий от девушки, которая нас очень внимательно смотрит. Она написала, что у Лева было 3 дня дня рождения. Да, и это уже третий, так был. В городе, когда мы посвятили день ему. Потом с друзьями, с детками приглашали детей вечером. И вот третий с родственниками. Да, там было, вернее, несколько таких комментариев, которые я тоже читал. Ну, как по мнению, было народу не совсем много. Плюс, да, там условия позволяют. То, что на улице, на природе можно собрать больше людей, чем дома. Если мы все-все-все-все родственников, у нас там очень много наберется, да? Просто у Кости, например, родственники живут не в нашем городе. Если бы они были... Еще побольше было бы людей. Побольше было бы, да. ...блюдей. Я думаю, что в нашей повседневной жизни, когда работа, дом и так редко видимся с близкими, Хоть какие-то праздники можно собраться. Праздник – это просто лишний повод увидеться. Ну, и приятно даже для Любы, например, в будущем то, что... Остались за воспоминаниями, ой, я. Тогда я с вами согласна, что лучше делать детский день рождения, ему отдельно какой-то день посвящать, а не только за столицу. Ребенку это вообще неинтересно. Вообще за столом сидел там от силу минут 20. Ну, да, чуть-чуть покушал, и все. Ну, и для этого, да, как Санжан сказал, мы сделали три дня рождения. Также очень много поздравлений. Также спасибо тем, кто задонатил. Мы Леве купили подарок, можно сказать, машинку купили ему, подарок. Было два доната. Спасибо большое. Также были комментарии, зачем ты оставляешь номер карты. Кстати, кто пишет, почему я удалила эти комментарии, не вижу смысла их оставлять. Там начали нас защищать кто-то или ругаться. Я не хочу оставлять этот весь в сторону на своем канале. Да, зачем из-за этого ругаться, да, просто наших подписчиков. Были и комментарии такие, что какая разница номер карты или ссылка на донат. Если кто-то не понимает, некоторые блогеры, кого даже смотрим, макбангеров, оставляют ссылку на донат. Это просто сайт, на котором привязана карта. Вы оставляете донат, на карту приходит. Я просто оставила карту. Там еще плюс заманится комиссия. У нас тоже такой сайт как-то был. А потом я пробовала-то зайти, у меня не получилось. Да, в самом начале, потом мы... И я не стала заморачиваться. Да, и перестали ссылку выставлять. Там так много гневных комментариев было, как будто я вас заставляю скидывать. Да, и это же по желанию, кто хочет сделать приятное. Снежана, какие слова Львова говорит? Ни разу не замечала, что бы он говорил. Пользуется ли имя и нет. Он много так его на своем говорит, которые мы уже понимаем. Вот сегодня я не понимала, что он просил от меня. Вечером. А так он к маме, папе, бабушке себе в гости пришла. Он ей баба, баба говорил. Кран, танк. Так он говорит, кан. Друзей своих. Танк. Маша. Егор. Непонятно, как там на своем. Он, да, он половину на своем говорит. А так, да, предложениями еще не говорит. А то сейчас напишите, мой там два года уже предложениями говорил. Да, все дети по-разному, кто-то их пять начинает только говорить. Вообще не люблю, когда детей сравнивают и подгоняют друг под друга. Нет, думаю, еще сыр может добавить. Сыр у меня. Жанна молодец, конечно. Сыр испачкался. Я нарезал просто два сыра и сразу не стал добавлять. Потому что было очень много видно, какой он прям вот такой мягкий, нежный. Даже прилипает к рукам. Его было достаточно проблематично нарезать ровненькими квадратиками. Может именно от этой марки такой мягкий, но он очень вкусный. Мне понравился. Из всех сыров, которые я пробовала, салаты с этим сыром, у меня их все оказались солеными. А это такой нежный. Да, он чуть-чуть соленый. На салат мы вообще прям чуть-чуть посолили. Так, Костя и Сержанна, привет. Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Как вы справляетесь... А, как справляться с комплексом и завесом? Мне 14 лет, я занимаюсь фигурным катанием. Нас взвешивают три раза в день, а то и больше. Если ты поправишься хоть на 100 грамм, то ты идешь бегать. Нас за это даже бьют. У меня очень сильный комплекс. Я не могу ходить в лосинах, потому что мне кажется, что я толстая и выгляжу ужасно. Но, блин, на фигурном катании... Привет, тебе спасибо за вопрос. Блин, так жестко. Неужели, правда, бьют? В лосинах, мне кажется, если ты на фигурном катании ходишь, то толстый там, наверное, априори быть не можешь. Даже не знаю, что посоветовать. Вообще, слышала, что... Ну, от знакомых, что у кого дети ходят на гимнастику, им тоже нельзя поправляться. И типа говорят, ограничивать сладкое и все остальное. Ну, да, если вам действительно этот спорт не нравится, не по душе, то может сменить вид спорта. Если вы не планируете, например, профессионально этим заниматься. В большинстве случаев, да, родители просто дают и заставляют. Но если нет какой-то своей мотивации, желания, то успеха все-таки это не приведет. Вообще, в всех таких спортах жестко вообще все так. Наверное, да, мне кажется, вот фигурное катание, гимнастика и еще балет самое жесткое. С весом, да, с весом. Кучок убежал. Я вообще в такие спорт не смогла пойти, я очень люблю ездить. Но это сейчас. А фигурное катание тоже там до 20 лет, и то это, наверное, даже до 18, и все. Так, чтобы на вопрос что-то как-то не комплексовать, мне кажется, ты себе надумала комплексы, которых у тебя нет. Мне кажется, я уверена даже, что ты худенькая, красивая девушка. Возможно, стоит какую-то книгу прочитать про мотивацию, про как-то самоорганизацию свою. Это все-таки в первую очередь барьер в голове. Какой барьер? Ну, про лишний вес. Именно этот комплекс. Ну, или даже можно обратиться как к психологу, правильно сказать. Я, кстати, с психологом ни разу не разговаривала, а мне кажется иногда, что на многие вопросы могут по человеку ответить, чтобы разобраться в себе. Да, или человек со стороны может поговорить даже с мамой. С мамой, да, с папой. Да, не обязательно так сразу кардинально. Может, они вам смогут помочь. Так, портрет понравился многим. Портрет подарили Косте родители. Портрет подарили Леве. Мой дядя. Мамин, получается, брат родной. Они спрашивали, не против ли мы, чтобы они заказали портрет. Но у меня уже был портрет, мне Костик дарил. Вставлю сюда фотографию. Вот мой портрет, который мне Костик дарил еще в колледже, да? Тоже очень красивый. Да. Вот, как по мне, один в один прям было с фотографией, именно с той срисовано. И вот Леве нам подарили на Леве на день рождения. Мне очень понравилось. Я говорю, тебе нам надо Костин портрет и Германа. И будет четыре портрета. А только куда их повесить? Надо заказать, а куда повесить, уж найдет. Это уже в дом. Я помню, когда я была в школе, у дедушки был знакомый художник. И он нас привел к нему домой. И знаете, там так красиво было. Там прям такие картины были. Наверное, масло нарисованы. Очень красивые картины, холсты какие большие. И я вот помню из этого момента, что то ли дедушка хотел нас нарисовать, то ли что-то, но я не помню. У меня такие воспоминания остались, что как будто нас не нарисовали. Вот надо у мамы спросить, может, она была против? Потому что многие относятся к портретам, что типа нельзя рисовать. Из такого убеждения. Хотя я вообще в приметы не верю. Я думаю, чего верить, во что вы будете верить, то и будет. Тут я с тобой соглашусь. Ты сила мысли очень сильна. Ничего сырая. Остановлена эта цепь даже под вино подходит. Сама бы очень хотела красиво рисовать. Вот у меня чем бы я хотела заниматься? Ну как не заниматься? Ну да, уж заниматься. Например, начать петь куда-то ходить, учиться петь и рисовать. У меня одно время было желание на пианино, в фортепиано учиться играть. Столько видео посмотрел. А вам косменно говорили? Ну ни разу не играл. Играть не настолько сильно желание, да? Да, ну сейчас уже, наверное, поздно. Там пальцы у меня деревянные. Хотя у меня мама играет на пианино. И сестренка музыкальная школа. Тоже закончила. Восемь лет, что ли, она училась. Не, ну это капец. Совместно со школой. Мне это тоже очень много. А ей вроде не очень нравилось, да? Да, она со слезами обычно сидела дома, играла. Дома тоже было электронное уже пианино. Я помню, я маленький был, у нас был такой прям настоящий большой пианино дома. Куда? Ну я, наверное, в детстве только баловался на нем. Там я помню, у него эта крышка тяжелая такая была, и можно было пальцы прищемить ей. Очень вкусно. С тобой полностью согласен. Очень просто. Ну тут вот весь вкус дает сыр, и именно заправка. Даже если ешь по отдельности. Мне тоже нравится, когда играют на пианино. Не пианино, а фортепиано. Ну, если пианино, фортепиано, похоже, да, только звучание немного разное. У меня даже бывает такое настроение, когда я здесь говорю включить там игру, современное там пианино или фортепиано. Есть такие классные мелодии. А я бы хотела на концерт ходить. Живой, музыки. Ну это тоже там не каждому, наверное, дано. Понять первый раз будет. Ну надо на произведения, которые нравятся уже, хотя... Это как и театр. Блин, никак лучше могу поймать. Не каждый здесь поймет. Или оперу. Да. Оперу, наверное, тем более. Нет, опера, это точно не мое. Сегодня ягод немножко пособирали. Вон лежат. Как они называются там? Земляника? Да. Пылевые ягоды. Земляничка. Или земляника, это лесная, которая срывается прямо с веточки. Это я путаю все время их названия. Для меня они и те же они. Змей боюсь, клещей всяких. Меня в траву вот сегодня ели, как... И то у Лёвы. Друзья уговорили. Маша девочка. Ладно, пойдем, пойдем. Я все говорила один день. Нет, 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 я траву не хочу. И вот пошли. А Лёва так там ходит, ничего не боится. Но он не понимает. В детстве тоже такая была. Я вообще ничего не бояла. За грибами ходила. А сейчас вот мне, скажи, за грибами пойдем. Ну, я пойду, может быть, так. По лесу погулять. Более, чем после раз грибах. Да, сейчас более осознанно уже понимаешь. И из-за этого, наверное, появляется... А Костя говорит, я пришла домой, у меня ноги чешутся, руки чешутся после этой травы. Костя говорит, это еще час ты дал хочешь. Там же не получится лежать. Там тоже надо всем чем-то заниматься. Даже если нет никакого огорода. Там какие-то кусты, цветы, там что-то должно быть. Это не будет просто земля. Это не земля, но это тоже некрасиво. Смеюсь, Костя. Кстати, мы еще в перекрестке заказали кофе. Попробуем, скажем вам. Потому что мы много уже кофе перепробовали. И со вкусами и без интересно это попробовать. Ну что, наверное, будем прощаться. Не забывайте написать комментарий, поставить лайк под видео. Также промокод будет в описании под видео и в комментариях. Используйте. Всем пока. До новых встреч.